Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду готовить очень сочную курочку в очень хрустящем кляре. Курочка получается очень нежной, сочной, даже несмотря на то, что это филе. А корочка у кляра получается очень хрустящей. В этот раз буду для самого кляра использовать я светлое пиво. Можно также использовать молоко, воду, либо сыворотку, по желанию. Пиво слегка подогрело в микроволновке до температуры 35 градусов 38. Добавляю сюда сразу соль, сахар и дрожжи. Теперь буду добавлять сюда кукурузную муку. Можно ее не добавлять, но благодаря кукурузной муке наше тесто получится более хрустящим, так как в кукурузной муке нет клейковины, такой, которая содержится в обычной пшеничной. Я буду использовать 50 на 50, немножко той муки, немножко той. Теперь добавляю уже пшеничную муку. После каждого добавления муки хорошенечко перемешиваю. Должна получиться довольно жидкая сметана. Я бы даже сказала кефир, по ощущениям, потому что после того, как тесто у нас постоит, оно, посмотрите, вот станет немножечко гуще. Тесто должно поставить либо в тепле при комнатной температуре, либо просто чуть-чуть потеплее место найдите, накройте его влажным полотенцем и оставьте минут на 30-40. Оно, чтобы немножечко начало гулять. Мясо я уже куриное филе порезала, я его порезала в поперек. Во-первых, так будет сочнее наше мясо. Во-вторых, такие сразу уже небольшие кусочки получаются. Они не все одинакового размера, можно резать так, как вам нравится, в принципе, как вы хотите. Обволакиваю мясо в кляр и выкладываю на довольно горячую сковороду, чтобы уже у нас все там сразу зашкварчало. Если вы видите, что ваш кляр жидковат, добавьте немножечко пшеничной муки. Никакие яйца мы сюда не добавляем, чтобы наш кляр не был жестким. Поджариваем нашу курочку с обеих сторон до золотистой корочки. Тесто не очень сильно поднимается, оно не становится прям пушистым, таким, как на оладьи, но при этом становится очень нежным и хрустящим. Выкладываю потом уже готовую курочку на бумажное полотенце, для того, чтобы ушел лишний жир. И уже можно кушать очень вкусно и очень сочно. Не забудьте подержать пальцем вверх. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok